Астралия Начнем мы с закона, который гласит так Мешать свадьбе или похоронам Несмотря на то, что священник на свадьбе практически всегда спрашивает Есть ли у кого-то желание возразить по поводу данного союза Срыв чужой свадьбы может обойтись 10 тысяч долларов штрафа Столько же стоит и безобразное поведение на похоронах А, например, всю свою любовь к порядку в Австралии Необходимо проявлять днем с 7 утра до 22 вечера А выходные и праздничные с 9 И если все-таки решили пропылесосить ночью То придется заплатить штраф в 120 долларов А как вам такой штраф в 800 долларов Если вы вдруг забыли закрыть свою машину Конечно, угонщика найдут, который соблазнится открытой машиной И накажут Но и незадачливым владельцу рублем Пояснят важность бдительного отношения к своему имуществу А вот, например, за игры, раздражающие других людей Вам может лететь 500 долларов штрафа Мальчишки, пинающие мяч в неустановленном месте А также детские шалости И даже запуск воздушного змея Может привести вас к этому штрафу А вы знали, что не каждый холодильник в Австралии Можно легко и беззаботно продать Если объем любого из отсеков больше 42,5 литра То заработать на таком холодильнике не получится Даже арендовать не выйдет Выбрасывать такую вещь тоже надо с умом Прежде чем это сделать, необходимо снять все имеющиеся дверцы и крышки А максимальный штраф за продажу такого холодильника 750 долларов А сейчас перейдем к Англии В Англии этих глупых законов пруд пруди Например, детям до 10 лет запрещается смотреть на обнаженные манекены А всем мужчинам, начиная с 14 лет, до сих пор предписывается не меньше двух часов в неделю Практиковаться в стрельбе из лука под надзором местного священника А как вам такой очень строгий закон, запрещающий вывешивать в Англии кровать из окна? Также членам парламента запрещено входить в палату общин в доспехах А что вы знаете о государственной измене? Вероятно, ничего, если не сталкивались с подобным законом В Англии запрещено клеить почтовую марку с изображением королевы вверх тормашками И там уже будет неважно, специально вы сделали это или нет Вас уже сочтут государственным изменником Недружелюбе англичан с шотландцами перешло все моральные границы В городе Йорк есть закон, согласно которому гражданин Англии Может со спокойной душой убить средневековым атрибутом луком и стрелами шотландского гостя Цивилизованная Европа всегда находится на стороже, несмотря на то, что за окном 21 век В Лондоне запрещено по закону перемещаться на такси, если вы болеете чумой Например, в Лондоне есть один район под названием Сити В котором строго-настрого запрещено провозить в багажнике своего автомобиля трупы людей и собак, больных бешенством Парламент Англии – священное место, в котором запрещено умирать За порогом, пожалуйста, внутри ни за что Следующий закон не менее странен Налоговики Англии требуют от граждан сообщать им все то, о чем бы они хотели скрыть Но не говорить то, что хотели сказать Когда разговор заходит о нелепых законах, сразу же вспоминается США Эта страна может похвастаться большим количеством странных запретов и указаний Некоторые из них высмеиваются даже местными жителями Сегодня мы вам расскажем только некоторые из них Например, в штате Мэриленд нельзя приходить в кинотеатр с живым львом Так что, если у вас есть экзотический питомец И вам вдруг захотелось отвезти его на премьеру фильма То лучше выбрать кинотеатр в другом штате А как вам такой штраф? Взрыв ядерного устройства в черте города в штате Калифорния Обернется вам штрафом в 500 долларов Кому потом придется платить такие деньги? В городе Мобил, что находится в Алабаме Мужчинам запрещено выть по Волче в общественных местах Дело в том, что давным-давно в этих местах квартировалось воинское подразделение Символом которого был Волк Солдаты, немного выпив, частенько начинали выть, подражая серому зверю, красовавшуюся на их форме Это очень не нравилось местным жителям И поэтому власти решили принять закон о запрете Волчьего Воя А вот если кто-то приедет в штат Вашингтон из другого штата Или из другой страны с намерением совершить противозаконное действие То этот человек в обязательном порядке должен уведомить полицию об этом Данный закон был принят для того, чтобы уменьшить количество преступлений Как правило, провинившимся иностранцами жителям других штатов Дополнительно меняют еще и нарушение этого странного закона Еще один нелепый закон звучит так В Лос-Анджелесе собакам нельзя лаять дольше 10 минут Этот закон был принят совсем недавно, в 2011 году Таково ж претендентное право Закон не мог не появиться после того, как в городской суд обродился местный житель Измученный бесконечным лаем соседской собачки Он терпел больше года, но уговоры не возымели никакого действия на соседа В результате ему пришлось судиться, и суд был выигран А собаки теперь не имеют права долго лаять во всем Лос-Анджелесе Платить, разумеется, придется не хвостатым, а их хозяевам 250 долларов за первый проступок Вдвое больше за следующее нарушение И уже 1000 долларов на третий раз Большинство обсуждает закон ЕС, США Считая некоторыми из них глупыми Про Китай при этом забывают А зря Местные законодатели написали множество странных законов Непонятных ни одному гражданину Давайте их тоже рассмотрим Вот, например, китайцам запрещено хранить в собственном подвале Более тонны взрывчатых веществ Например, фейерверков Интересно перед тем, как написать закон Сколько китайцев хранило такое количество фейерверков в подвале А как вам запрет на намеренное употребление в пищу чужой жены? Интересно, а не намеренно можно? Еще существует запрет на спасение тонущего человека Если спасти тонущего человека То это будет означать вмешательство в его судьбу А что делать запрещено К счастью, в последнее время этот запрет стал часто нарушаться Также существует запрет на жвачку в учебных заведениях За нарушение этого закона учащийся может быть отчислен Следующий закон звучит так За каждого ребенка в семье задается дополнительный вопрос на экзамене Этот закон действовал до недавнего времени Чем больше детей в семье, тем тяжелее получить им образование Запрет госслужащим мужского пола нанимать в качестве секретарей женщин Этот закон был принят в 2003 году в провинции Сучуань Видимо, это сделано для того, чтобы чиновники полностью сосредоточились на своей работе Также в Китае запрещена реинкарнация Вы не имеете права перевоплощаться без разрешения Такой закон регулирует религию тибетских монахов, которые верят в перевоплощение Страна восходящего солнца удивляет нас не только разительно отличающейся культурой Но и нелепыми законами Например, в 2008 году в Японии ввели так называемый метаболический закон Таким образом, страна борется против ожирения населения Суть его в том, что у людей от 40 до 75 лет измеряют объем талии Он не должен превышать 85 см у мужчин и 90 см у женщин Если же норма превышена, то человек указывает медицинскую поддержку Связанную с контролем веса и заставляет избавиться от лишних килограммов Также существуют строгие ограничения имени новорожденных Родители не имеют права выбрать имя, которое несет негативную энергетику Или является двусмысленным Суд заставит изменить его Такие случаи уже были Например, родители не смогли назвать дочь Ахума Потому что оно переводится как демон А как вам этот закон? Если японец будет портить или выбрасывать деньги, ему придется заплатить штраф в 2000 долларов Или даже сесть в тюрьму на год А вот вступать в сексуальные отношения в Японии официально можно с 13 лет А вот связывают себя брачными музами только после 18 Раньше по японскому законодательству девушки могли выйти замуж с 16 лет Парни же могли жениться только после 18 На данный момент правила изменились И общий допустим возраст для вступления в брак 18 лет Также в Японии запрещено ловить рыбу без лицензии Данное правило действует только на ловлю рыбы шарафугу Дело в том, что если приготовить ее неправильно То она является смертельной для человека Поэтому ловить рыбу, как и готовить, может только японец Который получил лицензию на знание разновидности рыбы И умеет с ней обращаться Об остальных странах понемногу Например, во Франции запрещено давать свинье кличку Наполеон Положительная сторона этого закона состоит в том Что этот официальный документ нельзя найти в интернете Поэтому жители Франции на свой риск могут назвать своих свиней, как им хочется А вот в Норвегии запрещено умирать Закон принят, потому что вечная мерзлота в этом населенном пункте Не позволяет трупам разлагаться Если кто-то находится при смерти, его перевозят умирать в другую часть Норвегии Уже умерших также хоронят в других частях страны В Сингапуре запрещено продавать жвачку лицам без удостоверения Любой, кого заметят при жевании жвачки в немедицинских целях Может получить штраф в 1000 долларов А вот в Южной Корее полицейские обязаны докладывать о всех полученных от водителей взятки Вот в Голландии ночью можно не притворяться слепым А в Мексике велосипедистам запрещено отрывать ноги от педалей На этом у нас все, друзья Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить все самое интересное Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok